Ребята, вот этот человек просто вырулил мою машину, вот здесь стояла, то есть его бьет в жопу та машина, и он меня выруливает, объезжает. От души ему просто нереальное спасибо за то, что мы сейчас бы уехали. Охренеть, я просто чуть не попал в аварии, вот реально говорю, что вот здесь припакон, сейчас просто сотрудники ДПС мою машину отогнали, и там просто замал им, и попа вся ушла. Вот это офигеть. Я уже в качалке. Я готов, серьезно. Хочешь номер оставлю, без проблем, и мы сейчас бы здесь остались. Я просто реально в шоке, вот такого не испытал. А все, знаете, в чем виноваты, то есть водитель среагировал в той машине на остановку, но у него шипы, он просто как на шипах прокатился, и воткнулся сюда именно с шиповкой. Колесо зажало, думаю, а так в принципе можно, машина отогнать будет. Какого, конечно, никто не ожидал. Просто звук резкий, машина на шипах пролетает, и собственно на этом все. Друзья, я записывал видеосюжет немного в шоковом состоянии. Еще раз от души благодарю ребят, которые вырули. Давайте про ситуацию. То есть мы ехали, там реверсное движение организовано. Загорается красный, я паркуюсь немножко правее, и вот примерно на пол корпуса становится со мной десятка машинка. Потом сзади тормозит нее мужчина, и так как он на шипах, он как на лыже, короче, не может остановиться. А там еще небольшой спуск, и он, короче, пьет ее в попу. Парень выкручивает руль и объезжает меня. А я все это, представляете, зеркала вижу. То есть я всегда, когда остановлюсь, контролирую, как там сзади меня машина, у меня так сердце сжалось, думаю, ну все. Смотрю, там ребята прям вот так вот головой, он выходит, говорит, шею защемило. Я его поблагодарил, предложил, как он на видео сказал, там у горычка, у меня есть там бутылочка джина, могу поделиться. Он говорит, не пью, а туши тебе просто. Он сказал, вам спасибо большое, что, говорится, сберегли мой поп-машин, иначе, представляете, мы там зависли, зависли бы надолго. У нас повезло, что сотрудники ДПС находились прямо там, и они сразу же начали оформлять. Он тоже сотрудник подходит, он говорит, ну как, ну, вот я, говорит, тормозил, делал все, что только можно. И вот, получается, сотрудник отправился за шипов, получается, да, он говорит, за шипов. И я посмотрел, действительно, то есть не резиновый след, да, а просто царапание на асфальт. Он говорит, он получилось, как на коньках по льду, пошел на своих шипах, просто в попу и не смог остановить. Поэтому, ребят, всегда подходите более грамотно для выбора резины, хотя, казалось бы, шипованная там для горы, всего это одно из самых лучших. Но, вот как показала сегодняшняя практика, надо быть гораздо более осторожным и заблаговременно останавливаться, учитывать склоны, подъемы. В общем, берегите себя, своих близких и не гвоздя, не шею.